Жизнь христианская, она похожа на путешествия евреев по пустыне, которые шли в земное бытование. И, идя по пустыне, естественно, они терпели скорби, лишения. Тоже самое христианин терпит, когда борется страстями, идя в небесный иссолим. Этот путь по пустыне, он кажется и тяжким, и скучным, и затрадным. Много скорбей, искушений, чувствных удовольствий нет. Особенно в начале пути, когда еще дух слаб, а страсти, наоборот, сильны. И враг спасения нашего, он, подобно фараону, гнавшему за исцелетянами, тоже нападает с большой злостью. И преследует то помыслами греховными, то разными искушениями. Преподобно Синкотикия говорил, много подвигов и трудов предстоит приходящим Богу. Но потом ожидает их незлагодная радость. Желающие воспоминять огонь, сперва задыхаются от дыма и проливают слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспоминять в себе божественный огонь со слезами и трудами. Страсти, они не вдруг искореняются. Это все равно, что сырые дрова, когда горят, в них исходит дым. Пока они высадят, потом их сгорят. И добродетель тоже с трудом наслаждается. Причем еще важное есть условие, это духовную жизнь свою требуется скрывать. Ее проводить в тайне. Не выказывать намеренно свое богочестие. Какими-то внешними знаками, там вздохами, может быть, восклицаниями при других. Потому что жизнь духовная, как вообще жизнь физическая, должна проходить в сокровенности. Зерно, оно сначала в землю закапывается, потом выпускает корни, а потом уже дает ростки и плоды. Если вынут этот росток раньше времени, пока он еще не укоренился, то ничего не вырастет. Так и духовная жизнь. Если прежде чем она укоренится, ее выказывать во внешних поступках своих, то она зачахнет. По хвалу и скидут. Поэтому Господь и говорит, нужно свои дела тайно. Сам Господь уходил в пустынные места, и свои дела, и целения, и благотворения, он все совершал тайно. И просил, чтобы в тайно содержать. Конечно, духовная жизнь, она проявится впоследствии. Но это уже будет проявление, которое невозможно скрыть. Одно дело, когда он сейчас скрывает, другое дело, когда Бог прославляет то, что невозможно уже скрыть. Потом еще человек, он может, ну не только ради тщеславия, а ради какой-то выгоды служить. Вначале человек, духовную жизнь проводящего, может честно это начинать, проводить ее, и бескорыстно, но впоследствии может увлечься не только тщеславие, но и просто уже какое-то личное выгодное положение. И поэтому все святые оценки практически скрывали свою жизнь. Пример вам зачитать. В один из суровых восточных монастырей, в Панеру, преподобному Иосифу Великому просмику, подвижнику, пришел однажды некий предсвитер Евагриев со свитой. В старину знаменитые своей жизнью монастыри часто посещались богочестивыми паломниками, которые искали у опытных старцев уроков наставления. Эту же цель имел Евагрия, сам уже начинавший упражняться в подвижничестве, несколько в этом успевший. Ему хотелось лично видеть подлинную иноческую жизнь, которую он мог бы взять как пример для подражания. Для этого пришел он в святом Иосифе, в монастырь которого славился своей строгостью. Путники были приняты очень радушно, но каково было разочарование Евагрия, когда в образе монастырской жизни он не заметил ни тени строго подвижничества. Ничего особенного, что оправдывало бы репутацию обития. Богослужения были непродолжительные, рукоделия по слушанию оказались легкими, трапеза, которая была приглашена Евагрия со святой, и которая разделялась на преподобный Иосиф, совсем не говорила о строгом подвижничестве. Столб был прост, но питательный, разнообразный, подали овощи, фрукты и все, что только имелось в монастыре, даже вина. Один из спутников Евагрия не вытерпел. Вот он, к примеру, искушение новоначально. Наш пресвитер сказал, он вкушает только хлеб с содой. Преподобный Иосиф как будто не слыхал это замечание, в котором слышал все суждения и спокойно подавал трапезу. С тяжелым сердцем ушел Евагрия из монастыря, жалея потерянной труди и времени. Ему казалось, что ничего не приобретет для души и спешил другие обития. На дороге заставили в густой туман, в песчаной пустыне, где-то образно определить направление вообще трубы. В тумане это оказалось невозможно. Путники заблудились, пришлось вернуться назад на монастырь святого Иосифа. Когда они подошли к монастырским стенам, до них доносил пение, и, видимо, шел богослужение. Это и ухудили его. Раньше этот час службу монастыря не совершалось. Евагрия со спутниками решил подождать угород, чтобы не нарушать своему появлению молитвы на кофе. И пришлось ждать очень долго, несколько часов. Что это они распелись, подумали в Бакле, никогда ничего подобного не было. Патриарх терпением постучался, их впустили, тот час провели в общую трапезу, и куда вскоре пришла и монастырская братья, закончившая богослужение. Пришла преподобная Иосифа, богословая трапезу, пригласил утомленный путник, выродили братские беды. Но какой? Манки, кусочек хлеба, горсть сушеных финика, вина не было в томине. Вместо него соленая вода, взятая очевидно из какой-нибудь приморской лужки. Преподобная Иосифа, посмотрела на него с доброй спокойной улыбкой. Ты удивляешься, брат сказал. Но это наша обычная жизнь. А то, что ты видел раньше, было делом любви. Так мы принимаем гостей. Свою настоящую жизнь мы обыкновенно не открываем. И возблагодарю Бога Евагрия, что Он не оставил его в первоначальных заблуждениях. И удостоил видеть истинную монастскую жизнь и смирение. Эта духовная жизнь, настоящая истина, она скрыта. Только в том случае, когда человек достигнет уже какой-то высоты, тогда он только ее не может скрыть. Но это уже внешне только видно. А то, что все равно внутри было или есть, все равно недоступно остается, как правильно. С этой стороны особенно интересен подвиги Роха. Когда подвижники, они, полетая маска безумие, скрывали настоящее свое духовное содержание. Я могу вам в этом случае еще зачитать. Тоже довольно интересно. Послушайте, из-за отечника. Ава Даниил пришел в Ираку и сказал ученику своему, «Пойди в монастырь женский и постучавший в ворота скажи ему, что я пришел». Интересное начало, да? Этот монастырь назывался монастырем Авы Еремея. В нем жило 300 хостей. Ученик пошел, постучавший в ворота. Пошла привратница и тихим голосом изнутри сказала, «Спасайся, Богосен Приход, чего желаешь?» Он отвечает, «Имея нечто сказать игумену». Привратница сказала на это, «Великая, не беседуй ни с кем, но скажи, что желаешь, я передам ей». Он отвечал, «Пойди передай ей, что некоторый монах имеет нужду переговорить с ней». Привратница, поспеш, пошла, я поведаю игумену. Пришла игумене и сказала тихим голосом, «Спасайся, брат, чего желаешь?» Монах отвечал, «Кажи, любовь, дозвол мне провести эту ночь здесь другим братом, чтобы нас не съели звери». И игумене сказала, «Брат, никогда мужчина не входил сюда. Легше будет для вас, если сидят у вас внешние звери, нежели внутренние». Брат отвечал, «Здесь Ава, Скидский, Даниил. Ава, слушай, в это отворил обе половины ворот и вышел навстречу старцу со всеми косницами». Но он славился. «Они устлали одеждами своими весь путь, от ворот до места, где был старец, и поклоняясь перед ним, целовали ноги его. Таким образом, с великой радостью висели, вели его в монастырь». Видите, бывает исключительный случай, да? И игумене велела принести лохань, вбила в нее воду, согретую с благовонными травами, и поставив косниц в два лика, сама своими руками умыла ноги старцу и ученику его. Потом она подводила косниц, по одной кумывальнице и окропляла их этим святым омолением. Оставшиеся же после всех возлила на голову свою и в недра свои. Монахини представляли собой чудное зрелище. «Они были безгласны, как камни, и беседовали одна с другой знаками. Походкой виды были английские». Старец спросил игуми, «Нас ли стыдятся сестры, или они всегда такие?» И игумене отвечало, «Рабыня твоя, владыка, всегда такова. Но молись о них». Старец сказал, «Скажи ученику моему, чтобы он научился у них молчанием, потому что он, живя со мной, ведет себя как готв. Самые крепливые люди». «Одна из сестер лежала посреди монастыря и спала». Самый интересный начинает. «На ней была рубичная одежда. Старец спросил игуми, кто это лежит. Она отвечала ему, «Одна из сестер преданная страсти пьянства. Что делать с ней, не знаю. Выгнать ли ее из монастыря, боюсь греха. Оставить ее так». Она смущает сестер. Старец сказал ученику своему, «Возьми умывальницу и возлей на нее воды». Он сделал так. Она встала, как встает упившееся в вино. При этом игумина сказала, «Гладыка, такова она всегда, какой ты ее видишь теперь». И ввела игумня Ава Данила в трапезу, предложила вечером сестрам и сказала, «Ава, благослови, рабыне можно вкусить таковое». Он благословил ей великое, и вторая по ней сели с ним. Старцы предложили моченое сочи, униваренную зелень, финики и воду. Перед учеником поставили немного хлеба, вареная зелень и вина, растворенной водой. И накинем жарь. И предложили различную вареную пищу, рыбу и вина в достаточном количестве. При этом никто не произнес ни одного слова. Когда встали из-за трапезы, встали, сказал игумен, «Что вы это сделали? Лучше пищу следовало употребить нам, а употребили ее вы, Старик, Данила». Игумен отвечал старцу, «Гладыка, ты монах, и потому я предложил тебе пищу монахской». «Ученику твоему, так как он ученик старца, предположила пища такая, монахская». Ну, чуть получше, да. «Мы же новоначальные, и потому употребили пищу новоначальника». Старик сказал на это, «Бог да исполнит любой ваш, потому что мы извлекли большую пользу из действий ваших». Когда все разрушились спать, Старик сказал ученику своему, «Пойди посмотри, где будет спать пьяный, лежавший среди монастыря». Он посмотрел, сказал старцу, «Там, где сестры справляют телесную нужду». Близо отхожего места. Старик сказал ученику, «Победим в эту ночь». Когда уснули все, инокиня, Старик взял ученика и подошел к тому месту, где лежал мнимая пьяная. Они увидели, что он встал и возделал руки к небу, слезы потекли подобно потоку. И творил она бесчисленное множество кренопреклонений. Когда же слышал, что какая-либо из сестер приходила для исправления телесной нужды, то подвергалась на землю и представлялась спящей, храпящей. Так проводил он начало каждой ночи. Сказал старцу, «Там, где сестры справляют телесную нужду». «Призови ко мне, игуменю, вторую пани, призови тайную». Он пошел, призвал игуменю, вторую пани, и они всю ночь смотрели на подвиг мним и пьяной. Тогда игумен начал говорить с плачем. «Усколь позвал я и сделал». Когда ударили в билу церковную, игуменя поведала все миноги, виденные ей, и все предались великому плачу. Она же, уразумев, что тайна ее открыта, пришла не примечена никем туда, где отведен был ночлег для старца. Похитила жезл его и милость. Вслед за этим отворила ворота монастыря и ушла, оставив на воротах надпись. «Матери и сестры, простите меня согрешивши, перед вами и молитесь о мне». При наступлении дня ее начали искать и не нашли. Пришедших в воротам увидели их отворенными надпись на них. «Блаженными нигде не могли сыскать, и очень много плакали и родали о ней в монастыре». Старец сказал гуменею, «Я ради нее пришел сюда, и Бог любит таких пьяниц». Иначе все поиски споя осталось у каждой, какое оскорбление ей нанесло. Старец, отверг молитвы от сестры, немедленно вышел из монастыря и пошел в теле своего благодаря Слово Слово Бога, ведущего сокровенных рабов своих и не попущающего им долго пребывать утаенными, но открывающего их в уведении всех не только при жизни, но и по смерти их, по хвалу и славу Святого Своего Имя. Такая сокровенная жизнь имеет воспитательное значение. Этим путем человек больше внутрь себя углубляется. Ну и вы знаете из речения, что если дверь и ваня открывать, она быстро охладеет, весь жар уйдет. То же самое и в духовной жизни. Но необходимо еще чуть-чуть сказать о пределах скрытости. Так как мы говорили, что скрытость нужна для хранения отчиславия, то значит понятно, что там, где нет этой опасности, скрытость не нужна. Особенно в отношении к духовному лицу и к духовному руководителю. Здесь о скрытости речи даже не может быть. Потому что здесь она прямо вредна. Здесь наоборот дьявол вся себя искушает, чтобы вызвать недоверие и не открывать тех внутренних состояний, которые бывают. Также не нужно скрывать тайну своей жизни. Если предстоит сделать какое-то доброе дело на глазах людей, ну вынужденно. Иногда бывает, что милостину нужно подать, но все смотрят. Вот здесь выбор, или подавать, или не подавать. Святые отцы больше рекомендуют последнее. Подавать, даже если смотрят. И бороться со своим числами. Ну это вот как к одному пустыннику пришел, инок спрашивает, когда я делаю добро, помниться, говорит мне, что я хорошо делаю. Это меня смущает. Боишь, как бы не развився, был в годности. И он ответил. Сын, ну, было два земледельства, у которых для пасси была одна плохая пшеница, смешанная с мусором разной, с сурными травами. Один из них совершенно отказался сеять, не желая тратить труд для плохого рожая. Другой посеял и собрал немного пшениц, хотя и плохого ссорки, засоренный. Был голодный год, он все-таки пропитался, хотя с трудом. А первый оказался безвыходным положением. Который лучше поступил. Думаю, что тот, который посеял. Вот так и мы заключили вставить. Будем сеять пшеницу добрых дел, хотя бы к ней был примешан мусор, где мы побуждили. Ну и еще, о чем хотел сказать, это о неспешности духовного дела. Духовная жизнь, она идет постепенно. Если кто прежде времени будет искать того, что приобретает должность, причем тот ничего не получит. Но если брать образ больного человека, то естественно, что болезнь, она исцеляется постепенно, сразу же здоровым не может стать, даже если он примет лекарство, оздоровительное. Целебрецы все равно ждать. Мария Гиббская, она 17 лет боролась со своими страстями. А вам он, говорит, я припроводил 14 лет с киту, моля Бога, дема и носа, чтобы он даровал мне победить гнев. С одной страсти боролся 14 лет. Иоанн многострадальный, а блудной страсти страдал, 30 лет страдал. А вот здесь еще есть Амма Сара, она была бы рима, тоже бешен, блудна в течение 30 лет. И никогда не помолилась о том, чтобы брань наступила от нее. Не молилась, чтобы Господь даровал терпение бранью. Вот это православное учение. Не покой искать, не скорого соброждения от страстей, а вот всего именно скорбного. Не желать скорого очищения, а смиренного сердца желать. Ну, а с этим соединима такая добродетель, как терпение. Можно терпеть самого себя. Вот что замечает Василий, говорит Лепископ. Часто наше нетерпение в христианском делу не зависит от того, что мы скорее хотим насладиться водами сделанных усилий, иметь скорый незаметный для нас успех. На второй же день, после обращения к Богу, хотим быть святыми. Если этого не получается, нам начинает казаться, что наши усилия пропадают даром, мало по малу, уныне охватывает душу. И мы часто способны, бываем на крупный геройский поступок, потому что там успех сразу обнаруживается, но в будничной черновой работе, не дающей быстро заметных результатов, наша энергия скоро слабеет и гаснет. Вот чтобы предотвратить уныние, нужно помнить вот это правило, помнить этот закон, что усилие, какое бы оно ни было маленьким, оно никогда не остается без результата, даром не пропадает, все равно следует, душа остается. И смотреть не на конец стремления, а на ближайший шаг, который нужно сделать. Ну, потому что идеал христианский, он высокий, если с ним сравнивать, то, конечно, может прийти уныние, и руки опустить, до него, ой, ой, как далеко. Нельзя для добродетеля назначать определенного времени. Здесь труд непрерывный. Мы с вами уже говорили, что духовная жизнь это непрерывное плавание против течения. Если человек перестает весами работать, тогда он на месте не остается, а сходит сразу вниз. В духовной жизни отдыха нет. Если в путешествии путешественника останавливаешься, он ничего не теряет, то в духовной жизни он многое теряет. Что значит остановиться? Это значит, возмечтательный добродетель уже приобретен в совершенстве. И пропускать случаи, которые этот добродетель могут достать или укрепить. Если опять сравнить с путешествием, то есть различие еще такое. В обыкновенном путешествии чем дольше человек идет, тем больше утомляется. и ослабевает в пути. А в духовной жизни наоборот. Чем больше он идет, тем дальше, тем больше силу приобретает. Какая причина в этом? та причина, что страсти умоляются. Путь уже не так борет дух и учить человеку легче течь в духовной жизни. но, конечно, нельзя ожидать никакого успеха в нравственном совершенстве, если не будет желания. Если не будет ревности, которая возглавляет страхом Божиим. Начало премудрости, начало благочестия по Писанию, это страх Господень. Страх Божий есть источник жизни, помогает уклониться от сетей смерти. Соломон писал. И Саксирин тоже говорил, страх Божий есть начало добродетеля. И Ава Дорофей. Страх Божий предшествует всякой добродетели, ибо начало премудрости страх Господень. А без страха Божия никто не может совершить ни добродетеля, ничего либо благого. Ибо страхом Господнем уклоняется всяк от зла. То есть, эти отцы не придают этому большое значение. Если говорить о причинах, которые препятствуют духовной жизни, то нужно выделить такие, как присвящение в пищи питье в слишком продолжительный сон. Затем вот забота о житейских делах, привязанность к земным вещам, развлечения разные, увеселения, забавы, музыка светская, праздные разговоры. Тоже относится. Всему этому нужно противополагать телесный подвиг. Круг? Да. Круг телесный. А вот смотрите, можно выделить три вида этих подвигов. Три вида подвигов. Это против развлечения разных, увеселений, уединения, подвиг, ограничивающий отправление нервной системы. То есть все пять чувств ограничивают. Другой вид подвигов, это воздержание в пищи питье и сне, это против отправления брюшной системы. и труд. Это против отправления мусульной системы, против расслабленности. Вот эти три подвига, вида, вернее, подвигов, мы и сами рассмотрим. Это главное. Так же, как и главное добродетельное, мы рассмотрим. Не все подряд, а главное. Все это является подвигами самоумершления. Апостол Павел говорил, что нужно умершлять свою плоть. А что такое самоумершление? Некоторые обвиняют христиан в том, что они именно говорят об умершлении тела, как бы призываются на убийство. Но дело в том, что здесь совершенно другой смысл в этих словах апостола Павла. Тот перевод, который мы имеем, он не совсем точный. Если буквально перевести, то греческое слово ипопиасо от греческого ипопио. Это буквально часть лица под глазами. Отсюда получается умершлять плоть это буквально фонарей наставить в случае. Что были под глазами чинихи. Мысль апостола такая. Умершлить свою плоть это значит так избить свою плоть, но в данном случае лицо, как некоторые мужья уже непослушно бьют, потом они шелковыми становятся. Вот так же и христианин обращается в свой путь. То есть до синяков ее избивает, избивает, чтобы она усмирилась и подчиняет духу. Главная цель этих подвигов чтобы душа смирялась. Если подвиг сердца смиряется, умягчается, то тогда эти подвиги правильные. Если наоборот разжигается, увлекается, выпивает самодоводством человека, возбуждает тщеславие, то эти подвиги неправильны. И вообще относить челесных подвигов нужно быть осторожным, потому что они видны и человек не может скрыть от себя. Он может просто этим превозноситься, тщеславиться и эгоизм на себе воспитывать. Феофан Затворник пишет, эгоизм образуется от внешних подвигов без внимания к помыслам. Вот когда эгоизм появляется, кто делает одни внешние подвиги, а себе не внимает, тот попадает в эгоизм, положит сколько-нибудь поконов, сидит и мечтает, но мы не потрудились, видеть одолжили Бога, или не поезд до свято и думает, так и все святые, хоть святцы пишут, и прочее, всему подобное. Будь ревностен, и англичесник пишет, но в душе своей, нисколько не выказывая сего, во внешнем обращении, ни видом, ни словом, каким-либо негадательным знаком. Еще интересная цитата Игнатия Вольчинова зачитаем, она применима к нашему времени. Иные так устроены создателем, что должны суровым постом и прочим подвигами остановить действия своих сильных плоти и крови и тем дать возможность душе действовать. Другие вовсе не способны к телесным подвигам, все должны выработать умном, у них душа сама по себе, без всякого приготовления, находится непрестанно деятельности. Ей следует только взяться за орудие духовное. Душевный подвиг может и один бестересно совершить очищение. Тересный же, если не перейдет в душевный, совершенно бесплоден, более вреден нежели полезен. Удовлетворяя человека, не допуская туда смириться, напротив, что приводит высокое мнение о себе, как о подвижнике, неподобно прочим и мощным человекам. Впрочем, подвиг телесный, совершаемый с истинно духовным рассуждением, каждый все равно в какую-то меру он должен подвиг нести, потому что это приготовляет душевный подвиг. Но он должен быть, видите, ровный, спокойный, именно как почва для душевного. Если не будет вреда ровности, тогда подвиг вредный. Но вы знаете, что в нашем времени подвиги не даны. об этом многие отцы последние говорят, что будет скорбями спасаться. Но это, конечно, не отменяет вообще подвигов. Если найдутся такие, которые будут разженно пользоваться им, то пожалуйста. Но единственное объяснение, почему подвигов нет, это потому, что нет смирения у последних христиан. Об этом предсказывают, что будет вольда. Поэтому подвиги внешние более вредны. Но здесь одно предостережение нужно сделать. Потому что многие из современных христиан, увидев свои силы слабые и неспособность к таким подвигам, как в древности, могут впасть в другую крайность и вообще оставить внешние труды и упражнения. Сказать, мы слабые, теперь не те времена, если будем утверждать себя, впереди пойдем. Или слабый спрос сейчас может грешить. как бы так. Человек ленивый, расслабленный, он, конечно, с радостью схватится за вот эти выше приведенные цитаты святых отцов и свое бездействие оправдать. Спокойно предавать спокою, внедрежение. Думая, что вот этого смирения, в кавычках, достаточно для спасения. Самовозрения такого. На самом деле смирение ложное. И здесь необходимо напомнить другие цитаты. Игнатий пишет, воззнавидь всемирской и сам телесный покой, потому что они соделаются врагом Божьим. Как воин, имеющийся противника, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, не допуская ему нежиться и расслабляться от изличного упокоения. Феофан Затворник пишет, пожалев себя, оставляем дела и переходим от благограждения и содевания спасения к самоугодию. Чаяли мы и царство получить и спокойно жить власть в себе, что несовместимо. У святых подвижников и говорится повсюду, что кто хочет, как должен идти путем спасения, то должен определить себя на смерть. И на какие-либо лишения ничтожные, на лишения даже до самой жизни, до положения живота. Если же ты подашься саможалению, то еще не отвергся себя. То и шагу еще не сделан на пути след Христа Господа. Только мысли и речь у тебя об этом. А дело еще не последовало. Ну и тому подобное кстати. Так что исходя из этого нужно учитывать свои силы и подвиги по мере своих сил принимать. Давайте мы сейчас о них поговорим. Главное что нужно это стеснять свою плоть. То есть в плоде не творить похоть сушлаждением. Все как бы мимоходом принимать. Опять Феофан Сторника читает дать телу потребное с малым лишением и оставя его весь обратить к душе. Это называется у святых отцов бегание и покоя плоти. Недуга самым опасным. Ни у одного святого не находим любопытной жизни. Опять почитаем все жили сурово стеснение ослабление сушение и озлобление плоти. У святого Исаака Сирина стеснение плоти почитается условием спасения. Кто жалеет плоту стоит на пути прелестного. Ну и конкретно теперь об этих подвигах. Значит мы с вами выделили три вида подвигов уединения труд пост и гденья. Утруждение это относится к муску на части озлобление это к нервной системе и измождение это брюшная часть тела. Нужно себя утруждать озлоблять измождать то есть действовать по всем этим частям тела. Через эти подвиги естество должно вернуться к своему предельному состоянию. То есть быть живым крепким мускульная часть светлым чистым нервная часть и легким и слабым брюшная часть. Значит уединение первое уединение уединение которое человек охраняет от развлечений бывает трех видов. Когда кто уклоняется от бесполезного свидания от праздных разговоров. Второе когда кто только на известное время удаляется от общения с другим но в день выбирает какое-то определенное время часть времени вечер удаляется и не с теми общается просто уединение уходит это второе уединение а третье уединение знаете какое кто среди людей имеет собранность мысли для вас да это умственное уединение это достояние совершенства третий вид уединения он приобретается после долгого внешнего уединения тогда человек может уединяться и среди людей другой подвиг который мы выделили это воздержание в пище питье и сне эти виды самовышления требующие осторожности потому что тут важно не переступить пределы которые природы поставлены без наказания нарушение устала природы не остается можно или слишком истощить свои силы тогда вообще не способны быть к совершению дела или наоборот расслабить как говорят подвижники слишком короткий сон он недостаточен для вдохновения нервов мозга и может приводить в истощение так же тело не укрепляет и человек может неспособен быть в день не выспавшийся что чувствует слабость чувствует вялость занятие способен практически неспособен понятия какие у него бывают смешанные мутные ничего не надо движения какие настроение такое настроение ужасное те же самые ощущения у человека который перестал те же самые ощущения добрые когда переспал то же самое чувствует тоже работать не может вот смотрите пископ Петр пишет записанные санлицы имеют тупой рассудок слабую память вялое мертвое воображение тупые чувства бывают пучные неповоротливые ленивые записать как тут тупые тупые еще пучные неповоротливые что касается продолжительности сна какого мера здесь опять нужно смотреть по возрасту потом какой пол темперамент род занятий время года и климат но советует вообще спать не меньше шести часов не меньше каждый день всего сутки не меньше шести не меньше и не больше семи подвижники советские а в старости пять часов достаточно относительно поста мы с вами достаточно заговорили поэтому здесь я повторяться не буду так как у человека есть еще потребность движения то есть отправление мускульной части здесь требуется человеку пользоваться трудом вот это будет подвиг против расслабленности святые отцы говорили что нет чего хуже праздности нужно человеку трудиться праздность она даже железное здоровье может погубить расстроить еще больше труд нужен для душевного здоровья человеку как вот святые отцы говорят душа после преступления заповеди предалась прелести славтолюбие и самозаконие возлюбила телесное и некоторым образом стало как бы нечто единое с телом сделать плотио и поэтому душа состраждет телу и соучаствует во всем что делается с телом а телесный труд по тесной связи с душой он приводит ее в смирение человек трудящийся смиряется а от этого происходит здравие души потому что здравие души смирение мы видим что практически все святые отцы не имели рукодели начиная с великих отцов пустынных 4 века Антоний Великой Пахом и Макарий все они что-то делали занимались какими-то рукоделием но святые отцы они выбирали как правило занятия такие механические не требовавшие участия ума те занятия которые можно было делать машинами для того чтобы умом постоянно пребывать Бога постоянно молиться что они делали вот вели веревки циновки корзины плели сейчас к этому можно отнести такое рукоделие как вязание да если можно до того навыкнуть то и механически это делать и здесь важно что при этом занятии можно углубляться молитвы и Игнатий Варенчинов например на это обращает внимание и говорит что именно требуется если человек живет такой внутренней жизнью то есть монархской жизнью ему требуется такое механическое рукоделие при котором можно было бы максимально углубить ум молитву другие занятия например он говорит живопись требует большого внимания к себе а привыкшие к живописи хотя и могут заниматься прямой молитвой но им невозможно всецело углубляться в молитву потому что рукоделие требует чтобы внимания часто обращались к нему живопись возбуждает большое сочувствие к себе в душе который стремлением при этом не может не раздваиваться между Богом и рукоделием поэтому он занятие живопись считал не лучшим для монаха то же самое умственные занятия они тоже откликают поэтому они тоже являются неким препятствием для монаха монаху меньше заниматься нужно умственными занятиями вот ну конечно нужно еще такой момент учитывать даже если рукоделие оно ну не дает углубляться молитв но позволяет человеку отвлекаться от праздных мыслей и тоже хорошо даже если он не имеет еще умность и весь и молитв но если в голову ему за работой не везут ни чистой мысли то и этого достаточно тем более не всякие достигают такой высоты молитвенной когда ему только нужно молиться и молиться требуется и отдых требуется и иногда переключать свое внимание через духовное только заниматься невозможно всем и вот этот отдых как раз можно искать в рукоделии но здесь мера должна быть понимаете если человек будет целый день с утра до вечера только заниматься живопись то ему сложно научиться молитву ему требуется выделять время для молитвы и так далее определенное время писать знаете Алипия Печерского Канапис читали Жития ради своего дела он богослужение не оставлял то есть дело делом а богослужение важнее но еще можно сказать что нет такого понятия как бесчетный бесчетный труд то есть труд которому нужно гнушаться такого понятия христиан нет всякий труд он честен если не соединен с грехом хотя у мирских некоторые виды труда считаются низкими у древних греков например было позорно шить сапоги вот выражение осталось такое обидное как сапожник оно нечет оскорбительный смысл вот но он зато смотрите пишет многие говорят с высокомериями торговец что тебе нужно торговец а скажи что такое торговец этот статус я специально вставил сейчас современную ведь не преступления стоять на рынке и работать зато успех оставаясь дома грабить чужое вот это преступление рассуди что постыдно что похвально и не насмехайся быть на рынке не преступление но быть грабителем предаваться коростолюбию преступно какая польза если ты сидишь во внутренних покоях своего дома но жаден как волк какой кому вред если бедняк стоит на рынке подражая быку и землепашцу нисколько не предосудительно быть ремесленником а что постыдно постыдно жить в праздности его если бы только в праздности но работая вместе с тем и по рукам и потом приводит пример ремесленником был Павел работал в мастерской и не то чтобы он был таким до Евангелия а после Евангелия изменивший нет он и проповедовал и сшивал кожу и проповедовал оставался вакивы-прески за ней единохудожником быть и им бяху-бо с кинотворцей хитростью цитацию привел о любомудря Павла о высота мысли и непобедимость духов о душа презирающая все видимое паутины почитал он блеск жизни он не пошел ни к царям не пошел к богатым не обратился к людям состоятельным не пошел к делателю но пошел к делателю палаток по общности ремесла и не скрывал своего занятия из-за стыда за него но объявлял о всем перед всеми даже по самим он это написал не пошел к людям богатым спонсорам чтобы они его обеспечили мессионерские путешествия может статы привести например тот же апостол Павел пишет кто крал вперед не кради а лучше трудись делай своими руками полезным чтобы было из чего делать нуждающимся вот являясь настоящим трудом и он посланник фестсоник пишет работать надо своими руками кто не работает не ешь там и так далее много таких стат где говорится о том что трудиться христина надо своими руками какой бы труд ни был примеры из житей приводить я наверное не буду вот есть я на Дамаскина два примера из его жизни как он горшки продавал и как он туалеты мыл наверное вы это все знаете да и причем мыл рукой которая исцелила Божья Матер не считала это бесчестным трудом достаточно дальше все эти душевные подвиги душевные упражнения телесные подвиги они сердце человечество умягчают и делают способным к занятию душевным это все равно чтобы сделать землю я тоже уже об этом говорили для того чтобы был хороший урожай но если человек не посеет обработать землю то там могут вырасти плевел телесные подвиги могут во вред послужить они могут возрастить страсти и тщеславие гордость самомнение и если будет кто-то не пристанут только телесным подвигом заниматься то он по словам Игнатия Принчинного может вообще утратить возможность заняться душевным подвигом и наоборот если будет только душевно заниматься телесными подвигами пренебрегать тогда он ничего не добьется будет трудиться напрасно время так потеряет значит если не будет телесных он время потеряет а если не только телесным будет заниматься тогда он может стать вообще неспособным к душевному деланию потому что страсти укрепятся вот поэтому необходимо душе дать занятие свойственно ей отцы называют это душевным деланием или умным подвигом хранением сердца по-разному а так как ум человеческий приз надвижен постоянно двигается ему требуется и постоянное упражнение если ему не дать упражнение он будет заниматься своим а своим это значит страстным то есть падшим будет все равно упражняться в тех мыслях и чувствах которые имеется душа будет рождать падшие чувства и мысли и в них он будет упражняться и таким образом будет развивать свое падение что значит дать упражнение душе что значит но в душе есть силы Ум, чувство и воля. И нужно эти силы занять. То есть нужно дать определенные мысли и упражнять ум в определенных мыслях, дать определенные чувства в этом упражнении сердца и волю упражнять в богоугодных делах. Вот мы эти добродетели постараемся отметить. Святые отцы, они называют четыре добродетели, главные, соответственно, трех силам человеческой души. Да, а четыре добродетеля. На эти добродетели, как на главные, указываются в книге «Премудрости Соломона». Это глава 8, параграф 7. Ну и святые отцы, тоже говорят о них. Григорий Синайский, Иссий Иерусалимский, Федор Идеский. В общем, отцы добротовиды. Тоже эти четыре добродетели выделяют. Благоразумие, мужество, правда и воздержание или целомудрие. Добродетель благоразумие происходит от развития разума. Благоразумие. То есть это добродетель разума. От развития укрепления воли рождаются две добродетели – мужество и правда. А развитие сердца рождает целомудрие. Ну, начну вот со слов Феофан-Затворника. Вот он говорит, что касается души, то вот закон какой – погуби душу свою и спасешь ее. И вот он спрашивает, что значит погубить? Погубить. Вот нужно принести в жертву. И вот он перечислял эти жертвы. Позри свой ум сначала. То есть умудрись в Боге. Стань безумным, как говорит апостол. Исполнись мудростью истиной. Что здесь имеется в виду? Ум нужно исполнить истиной и отнять от него свои умные. Измышления разные свои. И предать Богу. Поэтому для христианина требуется не иметь своего ума. Это вот первое – заповедь подвижника. Не внимать своему разуму. А что там нужно иметь? Ум Христов. То есть истинную мудрость приобрести. Когда человек приобретает эту мудрость, тогда он знает, как нужно свои дела вести. И отсюда рождается благоразумие, христианское добродетель. У отцов оно называется еще рассуждением. Но рассуждение происходит не от развития рассудка, а от развития разума. Здесь нужно отличать. Разум и рассудок – это вещи разные. И упражнение для того, чтобы напечатлеть истину, веру в уме. Ну вот читаем Феофан Затворника. Он говорит так. Хорошо читать или слушать, лучше взаимное собеседование, а еще лучше слово опытнейшего. Так он советует выписывать. Выписывать понравившиеся места для возбуждения духа. Вообще цель чтения он видит в возбуждении духовной ревности, а не в многознании. Он выделяет два рода чтения. Одно рядовое чтение, механическое почти. А другое чтение избирательное, по требованию нужд духовных. Или совета кого-то. Прочитать вот это именно. Первое, говорит, он не бесполезно тоже, но оно прилично уже утвердившимся. То есть они не изучают, а больше повторяют. А совершенным является, или хорошим чтением это является чтение избирательное, по нужде, по душе. Да, избирательное, по требованию нужды духовной. Если человек чувствует какое-то усыпление, например, души, то он берет книгу и читает, и оно ему тогда ложится на сердце. Если это не поможет, он говорит, беги и с кем-нибудь беседуй. Все необходимо, читая его слова, иметь всякому человека для беседы в вещах духовных, который уже знал бы все наше, и которому можно было смело открывать все, что бывает на душе. Лучше, если это один, но много два. Бесед же праздных всячески должен избегать. Но он больше уделяет внимание именно чтению. То есть это то средство, то делание, которое истины делает свойственной душе или уму, поселяет в уме. Это делание именно разума, хотя здесь тоже участвует рассудок. Но здесь есть такая особенность. Рассудок является низшей частью познавательных сил. Ниже, чем разум. Разум занимается вещами духовными, мы сами говорили. Рассудок занимается видимым миром. И у разума и рассудка разные законы. Они живут по своим законам. Рассудок живет по законам логики. Обращаю ваше внимание на тот инструмент, который сейчас появился, и которым сейчас многие пользуются. Это компьютер. Компьютер, он как раз является тем средством, которое способствует развитию рассудка. Низшей способности ума. Потому что действие компьютера схоже с действиями рассудка. У него тоже логическое мышление. Ему важно, чтобы с ним контактировала подобная структура в сознании. А я про разум сейчас скажу дальше. Интересно, что развитие рассудка в ущерб разума свойственно падшему человеку. То есть рассудок, когда развивается больше, чем разум, то это развивает больше, вот это падшее состояние. Оно углубляет его. То есть человек больше погружается в плоть, в землю. Прочитаю вам цитату Киреевского философа по этому поводу. Распадение разума на частные силы, это преобладание рассудочности над другими деятельностями духа. Вначале имело действие противное и произвело тем быстрейшее развитие, чем оно было одностороннее. Таков закон уклонения человеческого разума. Наружность блеска при внутреннем потемнении. Вот он это говорит по поводу распространения рационалистических идей, которые в том... Это он жив в 19 веке, и там как раз логическое мышление преимущественного. И он стал разделяющим. То есть напоминаю святатическое учение, что одно есть рассудок, другое разум. Нужно эти вещи путать. Даже в епископе Петра, вот здесь книжка есть. Ну, смотри, что пишется. Я вам это не читаю, потому что это неправильно. Он пишет, чтобы разум мог верным быть руководителем на пути добротности, для этого надо развить его до возможного совершенства. И как он говорит? Что нужно делать? Достигается это частым упражнением в мышлении, еще лучше образованием так называемыми формальными науками, особенно логикой, приобретением необходимых познаний посредством обучения наукам. Чтение книг, самостоятельного размышления и наблюдения. Здесь он путает разум и рассудок. И говорит, что разум развивается посредством наук, изучением формальных наук, особенно логика, потому что логика основания всех этих наук. И он здесь говорит, что это способствует развитию разума или рассудительности, ничего подобного. Это развивает рассудок, но не развивает разум. Это может быть во плеки разума. То есть это разные вещи. И вот христианин нужно это помнить и, общаясь с тем самым компьютером, помнить, что здесь идет развитие именно его рассудка, а не разума. И техника, она способствует именно развитию рассудка за счет разума. Независимо от того, веру человека в Бога и как он верует, он может работать на компьютере, может выводить машину. Особой мудрости здесь не нужно, так? Как бы он ни верю, он все равно может с компьютером работать. Но если, например, он не разум, то он на некоторых вещах духовных не сможет рассуждать или быть специалистом в этой области. Хотя вот в области технического он может быть специалистом, потому что это разные области. Ну а потом легкость информации, которую получают люди с помощью компьютера, она снижает качество информации. Я вам факт приведу один. По исследованиям одного японского профессора, студенты, которые активно используют технологии современные, они могут за несколько часов прочитать, например, за 8 часов, несколько книг объемом 300 страниц. Могут прочитать. Почему? Потому что компьютер дает возможность. Он, например, повторяющийся тексты уже убирает, то есть человек не перечитывает то же самое, что уже встречалось. И потом некоторые места просто графически как-то рисуют. И суть дает. И они могут за несколько часов прочитать несколько книг, напишкать информацию. Но что это будет за чтение? Совершенно другое чтение. Не то, о котором мы сейчас говорим. Сейчас такая тенденция есть, что практически книги отходят на второй план современного человека. И в основном информацию воспринимают через видеокассеты и аудиокассеты. У нас же сейчас молодежь не читающая. Она не читает ничего. Сейчас молодежь трудно заставить читать. Искаешь книжку почитать, но не будет читать. Потому что нету, что ли, привычки к чтению. Интереса такого нет. Чтение – это труд. И труд не излёг. Нужно научиться читать. Нужно потом знать, что читать. Запоминать, что читаешь. Что-то выделять. То есть надо трудиться, когда читаешь. А трудиться сейчас современный человек не хочет. А человек читающий, он именно отличается от не читающего тем, что он является человеком размысляющим. То есть он может осмысливать те или иные события. Он может схватывать целое. Он может оценивать правильно ситуацию. Память лучше у него. Воображение лучше. Речь его лучше водеет. Для, например, учителя рекомендуют, чтобы он научился говорить, ему надо больше читать. Даже не больше говорить, а больше читать надо. Чтобы он владел речью. Здесь мы говорим именно о чтении как в думчем занятии. Не скоростное занятие. Механическое. Можно читать и по диагонали, вы знаете. Но это не то чтение, о котором сейчас речь идёт. Это то же самое, что смотреть видеокассеты или слушать аудиокассеты. То же самое. Феофан Затворник даёт правила чтения. Которые, в общем-то, и применимы сейчас. Он пишет, что перед чтением нужно, первое, упразднить душу от всего. Замечайте, это важный момент. Упразднить душу от всего. Второе. Возбудить потребность знать то, о чём читается. Третье. Обратиться молитвенно к Богу, помолиться в перечтении. Особенно святых, когда читаем «Святитель, очи Иоанния». Это «Аусти, моли Бога о мне», чтобы Господь просветил его. Просветил его. Давай понять, что ты пишешь. Потому что можно ещё неправильно понять. Четвёртое. Читаемое. Следить вниманием и всё слагать в отверстие сердца. То есть читать внимательно, со вниманием. И всё в сердце слагать. Не рассудочно запоминать что-то, а в сердце слагать. Очень важно. То есть до чувств доводить. Чувствоваться, вчитываться, есть такое понятие. Читать очень медленно и неторопливо. Буквально даже, можно сказать, жевать. Как корову жевать, жевать прям. Пережёвывать. Не бегать глазами. Пятое. Что не дошло до сердца, на том стой, пока дойдёт. Ну и то же самое, в принципе. То, что сказали. Далее отсюда идёт логически. Читать медленно весьма. И последнее. Прекратить читать, когда душа уже не хочет питаться читанием. Сыта, значит. То есть мы отсюда видим что из этих правил? Что чтение это не просто какое-то занятие, а это делание. Это, можно сказать, как молитвное делание. Иногда святые отцы чтение называли молитвой. Они говорили, что чтение заменяет молитву. Это как бы один из видов молитвы. Чтение духовное. Главная цель чтения, как уже, наверное, поняли, это напечатать истины. Христианские, в уме. Если читать только так, для знания, то это превращается в праздное чесание слуха или языка. Да, и Феофан Створник говорит. Вот еще дальше смотрите. Если совершается это с умом, то истина напечатлевается, возбуждает. А если ступается от этого образа, правого, истина набивается в голову, как песок. И дух, владея чистит, надымается и кичит. То есть если человек читает, то просто праздно, праздно, для чесания слух. Что блеснуть там, я не знаю еще для чего. Как истину напечатлеть? Он дает такой совет. Это не то же, что их исследовать. Здесь требуется только уясни истину, держи в уме, пока срастворится с ним, без доводов, ограничений, один век истины. Пока он не станет достоянием сердца. Вот его держать. Напечатлеть и держать. Видите как? Уясни только истину и держи в уме, пока не срастворится с ним. С умом, а ум-сердце. Вот и все. Тут не исследование. Поэтому легчайшим способом к всему закону можно почесть следующее. Истины все в катехизисе, каждое утро беря туда истину и выясни ее, носи в уме и питайся ей. Сколько будет питаться душа? День, два, больше. То же сделай из другой. И так до конца. Такой способ предлагает. Способ легкий, общеприложимый. Не умеющий читать, спроси истину, ходи с ней. То есть цель какая? Чтобы эти истины, отпечатлевшись в уме, потом возбуждали дух. Дух и человек стремился или ревновало спасение. Вот цель какая? Следовательно, чтение, слушание, беседа, не напечатлевающие истин и не возбуждающие духа, должны быть почитаемы неправыми, укончивымися от истины. Это болезнь многочтения по одной пытливости. Когда одним умом следят за читаемым, не доводя до сердца, не услождая его вкусом. Это и есть наука мечтать, которая разоряет, а не созидает, и ведет к течению. Дальше следующее добродетель. Мужество и правда. Это что касается воли. Волю нужно упражнять в таких добродетель, как мужество и правда. Что значит мужество? Что за добродетель? Мужество рождается из борьбы. А какой борьбы? Когда человек борется с собой. Все люди падшие, и когда человек осознает это, начинает бороться с грехом, то он неизбежно вступает в борьбу, и ему требуется здесь проявить мужество, чтобы осуществить добро. Царство Божие нудится, то есть требуется усилий. И много препятствий. Много искушений. Поэтому требуется мужество, крепость духа, чтобы все это победить. Также и для того, чтобы приобрести добродетель. То же самое. Как приобрести мужество? Упражнением подвига с самоотвержением. То есть принуждать себя к деланию добрых дел. И здесь не только касается видимых дел, но и внутренних расположений. Мало человеку сделать, нужно еще это сделать с определенным настроем. Поэтому себя нужно и здесь воспитывать. Себе такой настрой. Можно привести примеры с самоотвержением. Например, хочется есть, откажи себе. Или пить прежде времени, откажи. Или съел достаточно уже. Вот дальше будет уже лишнее. Остановись. Хотя хочется, может быть. Хотя, может, вкусно. Вот эти маленькие дела, они будут воспитывать волю. Требуется там что-то сделать, убраться. Не хочется. Но, как говорят, отсеки воли сделаны. Этим воля укрепится. То есть главный порог воли – это своя воля. Хочется делать по-своему. И на этот порог обратить внимание и его искоренять. Тогда здесь же воспитывается мужество. И здесь же приобретается праведность. Вторая – добродетель. Да, правда. Помните, мужество и правда. Правота действия воли. То есть вырабатывается правильное направление нравственное. Но здесь можно такой момент отметить еще. Что праведного человека, конечно, нет на земле. Но правильность действия воли будет заключаться и в том, когда человек, упавший, восстает. Это и будет праведность. То есть он, например, как апостол Петр отрекся от Христа, но потом оплакал этот грех. То есть он имел правильное настроение. А Иуда, предавший Христа, удавился. Вот он не имел этой правильности. Он не имел этой добродетели. Правда. У него было неправильное направление воли. И третий – добродетель целомудрия. Добродетель сердца. Сердце тоже требует образования. Образуется сердце через воспитание вкуса к вещам святым. Сердце должно приучиться наслаждаться божественными вещами. Святыми. У слада только в Боге. В греховном состоянии сердце, оно влечется по каким-то инстинктам различным. Как правило, увлекается больше к чувственности, материальным вещам. Это дух унес родным. Поэтому требуется воздержание. От них надо воздерживаться. Сердце хранить от недозволенных удовольствий. Или пользоваться умеренно удовольствиями позволительными. А это и будет составлять целомудрие. То есть целостное, здравое, нерасклеенное состояние сердца. Само слово целомудрие, оно связано с умом. Целый ум. Или целостный ум. То есть сердце, когда зависит от здравого ума, то оно становится тоже целомудренным, здравым. То есть оно руководствуется здравыми истинами, содержащимися в уме. Если ум здрав, согласен с законом Божьим, то и руководит сердце правильно. Воспитывается же сердце в основном молитвой. Феофан Затворник называет атмосферой, в которой сердце воспитывает все богослужение. Или всю церковность. И священнослужение, и вся обстановка храма, и разные действия, которые могут совершаться и дома. Все это воспитывает сердце. Он говорит, что они являются оттирателями чувств у мертвелой души. Поэтому он и говорит, следует учредить частое пребывание в храме, дома молиться, и в молитвом атмосфере всегда пребывать. Это все, что касается высших сил. Ума, чувств, воля. Но есть у человека еще низшие силы. Память, воображение, низшие чувства, низшие пожелания. Их тоже требуется воспитывать. Как их воспитывать? Требуется их направлять под руководством вот этих высших сил. Отсюда, как Феорфан Створник говорит, требуется бдеть над собой, особенно над воображением, движением страстей, и покорять меньшую часть высшей. Сюда относится слова апостола Павла. Умертвить уды ваши, сущие на земле. Вот здесь, разумеется, и тело, и ближайшие к телу меньшие способности, которые обращены к земле, занимаются землей. Конечно, умертвить это не значит, что уничтожить их, то есть бытие, бытия лишить. А это значит уничтожить их греховные движения. Грех в них уничтожит. Порочное направление их уничтожит. Таким образом, они будут мертвы для мертвых дел. Всегда будут пробуждаться по маме Духа. И немножко скажу об отношении к внешнему. Мало человеку еще владеть собой. Ему нужно еще правильно относиться к вещам. Не только то, что он внутри имеет, но он еще должен жертву Богу приносить все внешнее, с чем он имеет дело. Первое, что встречает человек, это предметы потребностей тела, то есть все житейское. Это пища, одежда, дом, все имущество, одним словом. И по отношению к ним у него тоже есть обязанности. Какие обязанности? Обязанность та, чтобы стяжевать, хранить и употреблять все как должно. Вот Абадорфей называет это совестным отношением к вещам. Вот он, например, пишет, хранение совести многоразлично. Есть сохранение совести в отношении к Богу, к ближним и к вещам. И вот как он говорит о вещах. Хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы не обращаться небрежно с какой-либо вещью, не допускать ей портиться, не бросать ее как-нибудь. А если увидит, увидим что-либо брошенное, то не должно пренебрегать всем, хотя бы оно было и ничтожно, но поднять и положить на свое место. Не должно также обходиться нерассмотрительно со своей одеждой, ибо случается, что иной мог бы носить одежду неделю или две, или даже месяц мог бы носить. А он часто ее стирает преждевременно и портит ее. Нет, не сочиняю, вы не думайте. И вместо того, чтобы носить ее пять месяцев, пять месяцев и более, он частым и чем приводит ее в ветхость и негодность, а это против совести. Надо одел на Рождество, на Пасху снял. Вы пробовали? А там свердили, что-то еще не могла попробовать. Ничего там не волнуется. А это чёрный, чёрный, нет, это не волнует. Также в отношении постели. А не постели, а когда постели? Читать он дальше? Читать он дальше. А может лучше дальше пойдем, нет? Часто иной мог бы доводиться одной подушкой, а он, значит, больше постели. Или имеет власяницу, но хочет переменить ее и приобрести другую, новую, более красивую, подчасовую или от уныния. Иной опять может обойтись одним покрывалом, а еще другого, лучшего. Иногда даже спорит, если не получит его. А еще станет примечать за брату своими, говорит, зачем у него есть, а у меня нет. Такое далекое преуспеяние. А ты же говоришь, что монах никогда не должен допускать, чтобы совесть обречала его в какую-либо вещь. Для меня Феофан Створника, я читаю еще последние мысли относительно стяжания. Значит, требуется что? Если стяжевать имущество, то честными средствами молиться и просить Бога, чтобы он подал, если есть на то его воля Божия. И употреблять труды и опыты, а ожидать всего от Бога, потому что молиться о богостоянии и успеть их принимать, как от руки Божией. Потом он что говорит? Если Господь богосовляет богатство, то значит его надо хранить и правильно употреблять через раздавание, может быть, или настройку, или на пользу братьев. Если скудость чувствуешь, терпи, смотря что у человека получается. Единственный вред какой, если он будет пристращаться, если будет много заботиться, и хранить во вред себе, то есть скупость приобретать, или наоборот будут расточать имущество направо и налево. Кроме этого, еще христианину нужно иметь свое имя. Чеофан Створник, смотрите, пишет, христианин на челе своем должен иметь начерпанным честь, вес, доверие к себе. Или по-другому, имя. Имя оно каждому принадлежит по природе, но это имя требует еще выполнения определенных обязанностей по отношению к нему. Вот у христианина есть определенные обязанности, соответственно, его имени. И значит, он должен жить и действовать добросовестно, честно, по своей вере. И еще третье, что требуется. Благоприятное течение дел. Или устроение внешней жизни. То есть, требуется ему какое-то дело иметь, или иначе иметь какую-то профессию, специальность. Так как он не изъятый из жизни земной. Есть еще обязанности относительные. У христианина есть еще круг обязанностей, которые можно назвать относительными. Почему? Потому что они применимы ко всем людям, независимо от того, христианин это или не христианин. Сюда можно отнести три рода обязанностей. Это обязанности церковные, гражданские и семейные. Начнем с церковных. Так как в церкви есть и пастыри, и паства, то, соответственно, есть обязанности пастырские и обязанности пасомных. Например, обязанности пастырские какие? Апостол Павел, когда писал о пастырских обязанностях, так, как говорил. Знаете, братья, труждающихся у вас, и настоятели ваших о Господе, и вразумляющих вы. Он называет, здесь мы видим, пастыря труждающимися, настоятельствующими и вразумляющими. Вот этими тремя занятиями определяется главное дело священника забота о своей пасте. Феофаза Творник пишет более пространно. Он говорит, их дело учить, руководить, назирать, насыщать таинствами, награждать молитвой и всемерно, как он выражается, привязывать к себе пасту, чтобы смотреть на его лице с уважением и любовью, потому что это условие успеха. Это от священника требуется. Пастомы соответственно такому духу тоже должны действовать. То есть они не неподвижными должны быть, все за них делает священник, но они откликаются на его действия и имеют также обязанности. Обязанность подражать своим наставникам, пастырям. Пастыр нужно знать пастомов, значит они должны открываться ему искренне и позаботиться оба позаботиться о том, чтобы иметь уважение к нему, снисходя к его немощи и защищая его честь от холу и мошклеветы. Об этом просто Павел так и писал. Имейте их по прилиху в любви за дело их. То есть признавайте их достоинство, как толкует отцы, имейте подчиненное к ним отношение и сознавайте долг слушаться их во всем, повиноваться им. И причем в любви, то есть по любви за ту любовь, которую пастыр к ним проявляет. Вот три обязанности сознавать власть над собой, слушаться и чтить. И есть еще особый чин в церкви это монашествующее. Главное назначение монашествующее каково? Каково? Это представлять лицо церкви, его совершеннейшем состоянии. Главное дело монашествующее. Вообще монахство это церковь-церковь, так называемое. Это сердце церкви. Обязанности его, первая обязанность и самое главное это молитва. О церкви, об отечестве, ну и естественно о живых и мертвых. Поэтому монашствующие должны заниматься прежде всего молитвой. И сейчас как раз мы видим, что на монашство мира получается именно таким образом, чтобы умертвить молитву, чтобы отвлечь от молитвы монахов. Пытаются монахов превратить в добродетельных мирян. Только уже одетых не в мини-юбки, не в женщин, а в манчиках. Монахствующих ставят перед кинокамерой. Поручают им разные дела, миссионерские дела, боготворительные дела. То есть все делают для того, чтобы отвлечь от молитвы. Исаак Сирин говорил, если для милосердия монаху нужно бросить молитвы без молитвы, то пусть погибнут такие дела. То есть вот это направление, оно противоречит святоотеческому учению. И идет обмерщение. В конце концов, что произойдет или происходит? То, что монахствующий, занимающийся мирскими делами, он миру не поможет, не помогает, а сам постепенно превращается в мирского, и даже, более того, в посмещище превращается для мира. Есть еще обязанности гражданские, общественные. Каждый христианин, делаясь членом церкви, он не перестает быть членом общества. И не должен перестать. Даже монах. Приняв христианство, он должен только осветить свое служение обществу. На всех христианах поэтому лежат общественные обязанности. Первая главная обязанность это любить, как говорится, свою родину. законы хранить своего государства. Характер своего народа блюсти. Так как государство это общий организм, есть там члены, мир собой связанные, то требуется еще частные обязанности исполнять. То есть подчиняться властям, например. Затем исполнять свои обязанности гражданские или профессиональные. Если что-то делает, то делает на государство добросовестное. Есть еще обязанности семейственные. Все общество состоит из таких маленьких как там по определению семья ячейка общества. Поэтому укрепление семьи это долг каждого гражданина. Ну а с точки зрения церковной семья это церковь малая. И здесь есть тоже определенные обязанности, определенные отношения. Есть общие обязанности супругов. Любовь требуется нестрастная, свидетельствуемая взаимной привязанностью, участием живым, сочувствием и содействием. Отсюда истекает мир, согласие нерушимое, но и венец верность супругская. Хранение условия брачного союза принадлежать только друг другу. И причем принадлежать не только душой, но и телом. Верны на своей жене душой всегда. А тело требует своего. но такого не должно быть. И душой, телом, еще раз повторяю, верность душу сохранять. И есть частные обязанности у супругов, они вытекают уже из тех положений, которые занимают супруги. Муж глава жене не шею не описано. Значит, раз муж глава, то значит что? нужно ему являть свое владычество на женой. Не продавать главенство по молодуши или страсти. Не продавать своего главенства, не быть под коглуком. главенства главенства Конечно. Потому что это свойственно мужу быть главой. Но власть мужа должна быть какая? Любовная, а не диспатическая. жену это это не отнимает обязанности забот о добронравии супруга. И еще обязанности. Супруги они могут быть и имеют быть родителем. Одна из целей супруга это дети. Поэтому появляется еще ряд обязанностей. Во-первых нужно готовить себя к этому. Хранить целомудрость, здоровье хранить, благочестие. Дети зависят от души и тела родителей. Ну и конечно главное дело родителей это воспитание детей. О том же какие дети по своей природе какие они имеют особенности и как нужно их воспитывать мы с вами поговорим отдельно. Одна кто красивый Бог послушен светом и умом Он не в ночной пеши другом и при сиянии не вновь читает читает книгу душу святую 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 господа на твой твой непонятный святую на пути санец святую и твой не не будет лоза глаз и шум и куда не падет и дичит и где спарит от лу безум кула варень и и и и и не будет сон Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.